На традиционном совещании в Доме правительства говорили о завершении уборочных работ и подготовке к новому отопительному сезону. Сельхозтоваропроизводители республики практически завершили уборку зерновых. Две недели хорошей погоды этому способствовали. План валового сбора зерна выполнен на 108,4%. Активно убирают картофель и другие овощи. Урожай хороший. Показатели урожайности зерновых культур, картофель, овощей на текущую дату значительно превосходят уровень 2018 года зерновых на 12,5%, картофеля на 46,5%, овощей на 11,1%. Под урожай 2020 года зимой зерновой культуры планируется разместить на площади 105 тысяч гектаров. Участники совещания обсудили ценовую политику в области продажи картофеля. Высокий урожай, безусловно, снижает общий уровень цен, отметил глава республики. Поэтому на первый план выходит первичная подготовка продукции к магазинному прилавку. Чтобы картофель взяли на реализацию федеральной торговой сети, нужно его подготовить. Потребитель всегда прав. Нам надо найти предпринимателя одного, второго, которые могут обеднее свои условия сделать. Иначе картофель грязный, неочищенный, без сухой очистки, без мойки, без сушки, без рассов соки. Это невозможно будет ходить. Потому что там покупатели другие стали. Это надо понимать самим сервисоваропроизводителем. Поэтому задачу и вас, и в целом кабинет министров, нужно ли через кооперативную систему, которая сегодня имеет тоже направление государственной поддержки, надо сделать. Погода дает о себе знать. И скорее всего, нужно будет быть готовыми к концу месяца уже подавать тепло в жилье и объекты соцкульпыта. Средний процент выполнения работ по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону составляет 98%. А наиболее низкий по подготовке уровень это в Козловском районе и в городе Шумерли. Низкий он из-за чего мы ставим, потому что здесь есть вопросы по завершению строительства. Но так как мы и ставили в плане, то есть до конца этого месяца все работы по строительству котельных должны быть в этих муниципалитетах и завершены. На днях в республике завершился международный чемпионат среди операторов техники. Глава республики уверен, такие соревнования очень важны и напрямую влияют на репутацию промтрактора. Всего в 2019 году планируется выпустить более 350 промышленных тракторов. Рост наблюдается по всей группе предприятий. Промтрактор «Промлит» в 1,4 раза увеличивает объем отгруженной продукции. Чебоксарский агрегатный завод в 1,8 раза. Лидером является промтрактор «Вагон» в 4,5 раза рост производства. Можно констатировать, что становлением предприятий концерна задан весьма позитивный вектор. Продолжение следует...